Всем привет! Меня зовут Дима, Даша. Мы основатели Кадабры. С 2014 года мы ее допустились как волонтерская организация. И с тех пор мы лично в том числе обучили по порядку больше тысячи детей по всей стране. С этого года с нами Маша, как она представилась, которая стала координировать наше волонтерское движение. И мы будем расти. Вот. Собственно, что мы делаем? Мы учим в основном младших классов. То есть наше ядро это дети от 7 до 12 лет. Крамп с первоклассной школы приходит и учим программировать. Наша цель не научить глубинному алгоритмическому программированию, а популяризация. Мы хотим познакомить детей с кодом, чтобы они поняли, что это просто, что это интересно, и попробовали что-то создать. Почему вы, собственно, решили начать? Почему? Да. Вот так вот, к сожалению, вот так еще выглядит урок программирования большинстве российских школ. В московских школах есть много учителей и энтузиастов, которые придумывают свои программы. Но Кубэсик, он никуда из школ не ушел. И... Кубэсик никуда из школ не ушел, и он выглядит вот так вот. И это не всегда привлекательно. И, знаете, однажды в Москве даже здесь современные дети, мы проводили для них мероприятие. Я спросил, как вы думаете, кто такой программист? И мне парень молодой сказал, что он думает, что это большой толстый мужчина, который сидит там перед комбитером в очках. То есть вот образ программиста, он еще не всем известен. Я когда начинал программировать, да, когда я впервые говорил вообще про комбитер, мне папа сказал, что я облучусь радиацией, стану лучшим. Ну и этот образ, он как бы еще есть. Особенно чем дальше от Москвы, тем он сильнее. Собственно, в чем наш подход? Сделать вручение для детей интересным. Поэтому мы работаем скорее с историями. Один из примеров, который я люблю рассказывать, в общем, Дарк Вейтер, всем известный детям. Вторжение на планету Земля. Звезда смерти подлетает. Нужно детям взломать систему безопасности. Звезда смерти. И там мы можем использовать технологии, которые используются реальными людьми, типа SSH, там, Юник-системы. Они знакомятся в игре с интересом, уже с тем, что они потом будут сталкиваться в жизни. Или вот новый наш квест. Мы придумали такой формат. Квест есть. Мы сделали квесты для детей и совместились с программированием. Получилась просто очень интересная история. Допустим, новый наш квест по мотивам партии русского периода. Если помните, там сюжет в том, что люди попали на остров, там диверсия. Система безопасности развалилась. Они не могли с острова выйти. Мы, в общем, делаем историю, где дети погружаются в эту атмосферу. Им нужно перепрограммировать терминалы защиты на языке питон, чтобы восстановить систему электрической цепи, чтобы они могли спастись сами с острова и спасти своих друзей, с которыми я познакомился. То есть в процессе игры такой, дети сталкиваются с языками программирования. И мы им даем подсказки, им понятно, что делать. Но они видят, что это реально какая-то вещь. Это не какой-то ноу-хау, не человек в очках, профессор какой-то. Это то, с чем можно реально работать. Этот квест новый пройдет 12-го в эту субботу. Мы приглашаем все игралащики. Есть флайеры специальные скидочные, которые мы раздадим позже. Как само обучение происходит в школах, расскажет Даша. На самом деле, для чего мы сделали квесты? Квесты мы сделали для того, чтобы вовлекать массу детей. Не тех детей, которые заинтересованы, которые уже сами что-то ищут, а вовлекать детей всех. Мы, например, любят динозавров, очень-очень многие дети, у которых в целом может быть программирование бояться, или там родители боятся, но они видят квест про динозавров, где там физика поднимается, где какая-то история, где любимая для ребенка тема, и они его приводят. И в процессе этого квеста ребенок, он не познает, конечно же, а запрограммирование, но он знакомится, он видит, что это что-то интересное, и дальше он заинтересовывается и там приходит на наши курсы, и в целом начинает заниматься самостоятельно. Либо это вот один из инструментов вовлечения детей в программирование, либо мы, что, как мы делаем в школах, особенно в наших классах, мы приходим к детишкам, они обычно, учителя сами очень плохо понимают, что мы там сейчас будем делать, но вроде бы как родители согласны, и они не против. И дети, в общем-то, непонятия не имеют, что сейчас будем, какие-то тети, дяди. И мы заходим и говорим, ребят, вообще сейчас не будет никакого обучения, мы просто хотим вас узнать, а любите ли вы создавать, ой, создавать, любите ли вы играть в игры? Они так оглядываются и начинают резко кричать, что да-да-да-да-да, каждый вспоминает по 10-15 игрушек, которые он играет, что там мама не запрещает, а здесь на телефоне, а здесь на компьютере и так далее. Эта тема их просто так будоражит, что невозможно их остановить. И после этого мы задаем простой вопрос. А хотели бы вы попробовать сами создать свою игру? И они резко, опять же, отвечают «да». Ну, 99% из 100 всегда кричат «да». И, соответственно, с этого и начинаются наши уроки. Мы начинаем потихоньку с ними, там, наш герой сначала начинает бегать, потом он начинает прыгать, потом появляется другой герой, один герой догоняет другого. Небольшую простенькую-простенькую игру мы успеваем сделать за урок. Так, чтобы они в конце увидели результат, который они сделали, только что сами. В целом они на первом уроке, особенно первоклассники, они делают действительно под диктовку. Но видя, как они вот сейчас управляют этим персонажем, который бегает то быстрее, то медленнее, то кого-то догоняет, то нет, они еще мышкой пытаются играть, их это жутко возбуждает. И потом 100% детей кричат «боже, пожалуйста, приходите к нам еще». Вот, собственно, начиная не от алгоритмов там, или вы знаете, что программирование, что это такое, начиная просто с понятных для детей вещей, «давайте делать игры». И, собственно, вот так мы и... Что-то у нас... По поводу методики. При работе с маленькими детьми нашего возраста есть множество методик педагогических. Я про них не буду говорить, про всякие 15-минутные окна внимания. Но мы расскажем тем, чем мы вдохновлены в своей работе при обучении. Вот есть человек, я его, по мнению, не смогу произнести, нехай его, в общем, отзывут, он написал книгу «Поток». Она называется «Книга про психологию, оптимальное переживание». Человек пишет, какие ключевые факторы способствуют тому, когда мы погружаемся в состояние максимального интереса. Это три ключевые момента. Нам должно быть понятно, что делать. Мы должны мгновенно получать обратную связь в виде результата. И постепенно задания наши должны усложняться. Этот подход к жизни все применим, но одна американская компания по разработке игр применила его в игр. То есть у них было инструкции сразу игроку дается, что делать. Он сразу же может быстро какое-то задание выполнить, получить обратную связь и постепенно усложняется. Так вот эти игры, эта компания, там одна из самых успешных, я не помню название, мы стараемся применить такой же подход, как бы в обучении. Поэтому обязательно у нас инструкции понятны. Мы всегда объясняем простыми метафорами. Допустим, детям. Что такое программа, мы спрашиваем. И мы приводим пример, что вы знаете, что очистить зубы, вы каждое утро делаете два раза в день, но это программа. Вам нужно взять четку, намазать пастой. Программа просто человеческим языком, такими командами зависит. Именно как раз в первых классах, когда мы приходим на урок, мы на самом деле не сразу с ними открываем компьютер и начинаем что-то делать. Нужно, чтобы они включились и понимали, что у нас сейчас мы будем перетаскивать блоки, писать. И мы начинаем с того, что, ребят, вот мы с вами каждый день что делаем? Чистим зубы. Давайте с вами сейчас пропишем, как мы это делаем. Встаем, идем в ванну, открываем дверь, заходим в ванну, открываем, берем тюбик, открываем. И вот они так сами по очереди говорят, условно, следующая команда какая будет. И вот, собственно, поясняем, что, ребят, вот эта программа, которую вы выполняете каждый день, и мы сейчас с вами написали для нее код на понятном нам русском языке. То же самое сейчас мы будем делать на экране, также на понятном, на самом деле, на русском языке. Вот, потом переходим к игре в робота. Я становлюсь роботом, или там преподаватель, волонтер становится роботом. Дети им пишут, что ему команда на доске, нужно довести робота в определенное место. Они ошибаются. При этом мы проясняем, что вот программисты в своей жизни, они тоже ошибаются. Поэтому игры глючит, вылетают, там игроки зависают. То есть все вещи на понятных им примерах. Это вот как раз-таки понятно, что делать. Детям все прекрасно становится понятно, когда мы объясняем на наших бытовых вещах. Про видимый результат. Видимый результат, я думаю, что здесь тоже уже сообразили, что после первого урока у них есть что-то свое. Простая игрушка, которая зачастую на первом уроке у них действительно похожа у всех. Но это своя вот у него на компьютере. Это действительно важно. И на самом деле, ну, к удивлению к нашему, очень многие люди, преподаватели, или которые хотят быть преподавателями, этого не понимают. Вот сейчас я очень активно собеседую людей на наши курсы. И у нас там очень много разных направлений. Одно из направлений — создание музыки за компьютером. Приходит ко мне парень, который там в консерватории учился, везде-везде учился, и куча у него сертификатов различных. И я спрашиваю, слушай, классно, вообще круто, много знаешь, давай с тобой вот сейчас прям сидим и вот продумаем, а вот как мы начнем? И он так вздыхает и говорит, ну так, я сначала объясню ему, что такое альпиджо, потом я, наверное, а нет, наверное, все-таки сначала ноты дам, и мы с ними, ну, как бы водную лекцию продиктуем. Собственно, я говорю, ты знаешь... Мы не привели, чем сейчас. Он на полном серьезе собирался. Это звука инженер, как бы такой, с хорошей закалкой, он с классическим подходом собрался к этим детям прийти. И мы ему сказали, ты знаешь, на самом деле, наверное, может быть, неплохо, но дети вот уже через 10 минут, они уже в телефонах, на самом деле, они уже не с тобой. Это самый терпеливый остался. Да. Самый замотивированный. Он такой, как, как? В смысле? Они же туда пришли, значит, они вовлечены уже? Да нет. Они увидели, мы создаем музыку, и они подумали, что это классно, прикольно, а тут, простите, он приходит, и как в школу, он начинает рассказывать про альпиджо. Вот, собственно, поэтому, видимо, результат для детей, когда они на первом уроке не услышали прелекцию про создание мира, а вот сделали простую игрушку, даже зачастую, не понимая команды, но они уже хотят продолжать дальше, хотят улучшать свои игры, а когда они хотят улучшать свои игры, они уже разбираются в этих математических понятиях, они начинают читать литературу, они начинают спрашивать учителей, что такое там синус, какой синус и так далее. Приведу вот этот пример, это тоже классический, для меня просто был инсайд, в свое время, в детстве, мы все проходили по математике синус-косинусу, но для меня это была математическая абстракция, которая нужна где-то там для решения следующих математических абстракций, но однажды, делая на уроке программирования игру, там, у меня есть литерант, им нужно было стрелять снарядом, который летел по друге, и я думал же, как мне эти координаты прочитать, и мне учитель сказал вдруг преподаватель по программированию, что Диман, ты должен здесь вот через синус и косинус прочитать, и я вдруг понял, здесь что-то, вообще эта штука надо, нужна, чтобы реально, реально какие-то дуги, дуги пересчитывать в координаты, и для меня стало это понятно очень. Это как раз-таки тот момент, когда мы другие предметы подтягиваем в программирование, то есть изучаем другие предметы через программирование, а еще вот один пример, просто программирование, я думаю, с математикой очень сильно связано, у нас летом был лагерь, он был для детей от семи лет, но некоторые родители, которые особенно сами программисты, очень хотят, чтобы дети их учились в программировании раньше, и были такие киплицы, которые мне шестилетних приводили, которые, соответственно, ну, дети даже в школе не учатся, соответственно, вот у меня сидит девочка, шесть лет, вот прям шесть только исполнилось на днях, и я говорю детям, вы знаете, вот, собственно, смотрите, ну, координатная сетка, здесь двигайте героя, у вас меняются цифры, потом понимают, что у меня есть дети, которые координатную сетку не видят, и мы с ними, я говорю, вот, видите цифры? и девочка говорит, да, цифры вижу, я говорю, вот, двигай героя, она такая, да, двигаю, я говорю, видишь, меняются цифры, да, 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 и все, она сразу сообразилась, чтобы для того, чтобы ей переместить героя в другой, в другую сторону экрана, она должна поменять х и у, если она хочет выше, ну, х и у, для нее это просто буквы, если она хочет поставить выше, значит, ей нужно вот эту вот х, у, вот эту буковку просто поменять, и, соответственно, придя в школу, она, когда дойдет до координатной сетки, она узнает, увидит эту теорию, и у нее сразу все статки свои места, но сейчас она уже это понимает, без каких-либо теоретических там графиков и так далее, и тому подобное, соответственно, также это отрицательные числа, ну, вот это вот первое, с чем они знакомятся, отрицательные числа и сетка координат. Ну, постепенное усложнение, я думаю, здесь все понятно. Начинаем с Тростова, а дальше уже делать сложные деньги. Еще один момент, вот, для разрушения мифов о том, кто такие программисты, мы активно используем механизм привлечения реальных работников в принципе компании к нашим детям. Вот один из этих работников стоит, вот он, мы работаем в память моего, вот он, он, с тех пор не переделался. Реально дети, но дети не имеют представления, как происходит работа вот реального программиста, что он делает. И когда к ним приезжает человек на лонгборде, там, футболки с Дартом Вейдером, говорит, что он работает в офисе Мейлера, пишет игры, они реально говорят, что в конце после этого, что да, вы просто бог. вот я могу сказать, даже вот тут на фотографии, вот девочка у меня была самая старшая, она на самом деле сказала, вы знаете, как бы, ну, честно говоря, это уже пятый лагерь за лето, я вообще никак в жизни не не устала 20 игр, и, ну, как-то вообще не впечатляет у меня, блин, мне ее привели, что-то надо как-то делать. Ну, и я ее там, мы пишем игры с детьми, а с ней делаем тест, тест тоже на том же санскриче, с которым мы работали, просто тест по ее любимому предмету, там, по биологии. Вот, вот два дня мы с ней, так, я ее пыталась всякими образами привлечь, она там интернете искала по биологии информацию, соответственно, продолжала делать этот тест. И тут во вторник, да, приходит Паша, вечером, и начинает, вот так мы классно сидели, рассказываем детям, вот про все, что они спрашивают. И, о, боже, даже забыл, как ее зовут. В общем, она подбегает и говорит, боже, если бы мне сразу сказали, что программисты такие клевые, так я бы сразу, я бы поняла, что к чему здесь. И она не могла оторваться от Паши, и на следующие дни она прям, блин, все, хочу туда, там, где работает Паша, там же классный офис, там же крутые игры делают, у них же выходят, там игры за рубеж, и так далее. В общем, вот так, для меня, на самом деле, самой неожиданно было, я подозревала, что детям будет круто, наверное, пообщаться. Суть в чем, что сегодня все равно для них это фан, фан создать игру, потому что это будет круче, чем их друзья, потому что, ну, мало, обычно люди ходят там, дети ходят там на танцы, на шахматы, это неплохо, это хорошо, но это делают очень многие, а игры создают, ну, обычно соседи не создают, и поэтому они приходят к нам и хотят это сделать. но почему мы решили приглашать программистов, ну, или людей, кто так или иначе связан, чтобы они понимали, что сегодня для них это фан, а завтра это может быть перспективная, высокооплачиваемая работа и интересная, самое главное, для них. и действительно этот эксперимент, он показал, что дети очень вдохновляются, и думают, блин, так это оказывается не просто вот здесь я с вами тут играюсь, а завтра я приду в мейл, и меня еще там захотят взять, то есть вот у них происходит как раз таки вот этот скачок вверх, что нужно сейчас постараться и углубиться, чтобы в будущем создавать эти самые крутые игры, и один из, помню, смешных вопросов, как раз таки сегодня говорили уже про Майнкрафт, вопрос папаши как раз, а скажите, пожалуйста, а смогу я сделать новую, новейшую версию Майнкрафта, или еще когда вырос, то она не закончится? Вот, вот, собственно, у них большинство вопросов было по информации Майнкрафта, когда пришел к нам парень из, он занимается защитой информации, ну, детям интересно хакерство, мы сразу защиту информации перевели на хакерство, на их язык, и тут вообще просто взорвался их мозг, когда они поняли, что это уже можно там тырить по родичам, что это можно родительский контроль сломать, а вы знаете, честно говоря, может быть, сейчас кто среди вас есть родители, они сейчас возмутятся, что какой родительский контроль сломать, почему вы детей учите, а на самом деле, это классно, если они взломают еще ваши родительские контроли, и вам самим придется еще посидеть и поспрашивать, и самим изучить что-то, чтобы этот родительский контроль усилить, и тогда, как раз таки, как с Касперским, да, и хакером, вот этот будет идти рост не только у них, но и у вас. Ну, это, в общем, это действительно важный вопрос в этом во всем, что у детей должен быть какой-то кумир, вот, ну, понятный, понятный им, и без этого обучения оно может, ну, не идти по личной прямой мокре, у меня был всегда какой-то кумир, к которому я стремился, какой-то крутой программист, или кто-то еще, вот, но вы можете так же приглашать, да, компаний много в нашей стране, только в Каспере должны быть ягодными, естественно. Здравствуйте. Что мы еще делаем? Мы еще берем и устраиваем совместный мастер-класс с родителями, или, допустим, с дедушками, у бабушки, а дети приходят вместе с ними и садятся делать игры. Почему, смотрите, опять же, дети могут быть не заинтересованы, а вот родители, которые в свое время там в школе не изучали язык программирования или как-то сливались с этих предметов, но им самим на самом деле очень интересно, и они все время там говорят о том, что, блин, а можно мы тоже попробуем, можно мы тоже попробуем, и вот как раз-таки этот формат тут даже может родитель привести за руку своего ребенка, ему просто как-то самому-то скрэпчи начинают делать игры, не очень серьезно ему кажется, а так с ребенком это очень здорово. И здесь вообще это не просто программирование, здесь совместный процесс, где у них один-единственный ноутбук на пару, там мама, папа, не важно, ребенок, соответственно, ребенок здесь как руководитель проекта, для ребенка это может мало понятно, но для родителей понятно, родитель ассистент, и мы говорим ребенку о том, что сегодня здесь ты управляешь своим родителем, и ты заставляешь его делать то, что тебе нужно, соответственно, нужно тебе там срочно посчитать пример по математике для того, чтобы сделать игру, пожалуйста, пускай считай, какую-то информацию пропустил, заставь родителя послушать или спросить еще что-то, а ты должен быть увлечен созданием этого проекта, и, соответственно, здесь решается вопрос, что они, опять же, им обоим интересно, вот, ну, не было такого, чтобы родители там, даже если они программисты или не программисты, интересно всем, потому что это детская ситуация, с которой они вероятно не знакомы, если они программисты, и это программирование, которым интересно, если они не программисты, это их совместная деятельность, когда ребенку интересно, интересно посмотреть, а что вообще родитель-то может, Как бы это он дает указания мне дома, а здесь вот как бы на практике он сам потупит не больше, не меньше, чем я. И это совместное времяпрепривождение, и опять же к концу воркшопа это совместный их продукт, который они забирают домой и дальше могут дорабатывать там вместе. Я не знаю, если есть у кого-то там сыновья, наверняка же играйте совместно в игры. Вот это то же самое, только вообще процесс создания и изучения программирования. Мы, наверное, будем заканчивать. Мы специально сделали презентацию про мотивацию, потому что в этом возрасте детей нужно заинтересовать. А заинтересованный ребенок он сам перелопает весь интернет, перечитает все книги. Естественно, мы тоже знаем много про платформы для обучения детей программирования. У нас есть для этого отдельная презентация, но вы можете взять контакт и мы там объясним, расскажем. А здесь, здесь интернет? Вот, я хотел в конце показать, вот есть язык программирования Scratch, детский, очень популярный. К сожалению, Денис даже в своей книге не пишет про его мультимедийные возможности. А мы, знаете, что делаем на нем? Мы делаем игры, которые управляются голосом. Допустим, бежит герой, и дети кричат в классе, там, кричат просто, а-а-а, и герой прыгает у них. Или, допустим, они играют в виртуальный мяч. Я просто покажу вам этот процесс. Ну, после него ни один ребенок к программированию с таким подходом равнодушным не останется. Короткий очень ролик, буквально несколько минут. Меня зовут Дима, это моя помощница Даша. Сегодня мы с вами пройдем мастер-класс по созданию с вами, ну, по погружению в мир программирования и созданию игр. Игры мы будем создавать с вами не простые, а те, которые реагируют на действия из реального мира. Вот, беги-беги-беги быстрей. Вот, молодец. Тихо-тихо. Давай-давай. Аккуратно, аккуратно. Поставил, раньше было идти, пять шагов. Помните, шаг четыре робот делал. Теперь я поменял с 50 шагов у мяча на 10 шагов. В два раза больше будет шагов делать, в два раза быстрее идти. Мы будем в ближайшее время проводить мероприятия, следите, поговорите своим родителям. И приходите к нам, будете сами уже писать и создавать свои игры, мультики. Это у нас на большой стене, но на самом деле для того, чтобы это начать, достаточно любого ноутбука с любой веб-камерой, ну, с любой камерой и обычного проектора, который сейчас есть в большинстве школ. Вот. Собственно, спасибо. Еще чуть-чуть хотела сказать, особенно вот те, кто точно из регионов приехали, может быть, вам покажете, что там у нас здесь в Москве больше возможностей, там и дети более такие технологичные, лучше воспитаны, там, не знаю. Нет, на самом деле, здесь граница. Вот просто еще чуть-чуть маленьким опытом хотелось бы поделиться. Мы были на днях буквально в Новосибирске, проводили двухдневное погружение в программирование для детей из детских домов. Три детских дома там было. На самом деле, я могу сказать, что на самом деле было очень сложно с детьми. Первые два часа мы с Димой реально сорвали голоса, потому что они там с нами сразу на «ты», быстро пошла сюда, я не могу понять, что здесь, крики, вопли. Но это вот наши первые были два часа, потом мы сделали перерывки, снова приступили и начали с того, что, ребята, давайте сейчас с вами вместе замыслим, что мы будем делать. У них было много разных идей. Мы приблизительно нашли общую механику, ну, то есть, что были разные герои, как бы разный сюжет, но механика была одна. И начали с ними создавать постепенно вот этот продукт, этот игр был много, условно, продукт. И они сами друг друга стали дисциплинировать. Если до этого мы вообще не могли никак с ними справиться, а тут они сами друг к другу вручали, замолчи, мы сейчас не успеем, нам нужно сделать. И к концу второго дня мы сделали две игры прям, где они сами рисовали дорогу, машины, там, котиков девочки рисовали, цветочки, и до конца сделали две игры таких, ну, прям нормальных, ну, простых, понятно, но где была действительно какой-то процесс, где нужно было там собирать цветочки или обижать препятствия машиной. То есть на самом деле даже со сложными детьми возможно работать, просто пытаться переходить на их язык. Мы даже там и с аутистами несколько занятий проводили, а с ними вообще история, что они все настолько фантазируют, у них такое глубокое, да, простите, пожалуйста. В общем, на самом деле со всеми детишками можно работать. Спасибо.